Приветствую вас. Для начала надо сказать, что худшее, что вы можете сделать для себя, это стараться избавиться от каких-либо чувств, потому что чувства нужны нам для того, чтобы быть живыми. Чувства нужны нам для того, чтобы адекватно взаимодействовать с миром, с окружающим миром, я имею ввиду. Чувства нужны нам для того, чтобы иметь возможность развиваться, иметь возможность расти и так далее. Да, чувства могут причинять боль, это правда. На самом деле, чувства могут причинять боль, я думаю, что вам чувства, краски, ваши чувства вам причиняют достаточно сильную боль, я это понимаю, я это понимаю. Но я также думаю то, что делать здесь не в избавлении от чувств. Словно говоря, если вы избавитесь от своих чувств, то вряд ли это решит ваши проблемы, потому что по итогу вы как-то попали, попали в такие отношения, где вам больно, попали в такие отношения, где они причиняют вам негатив, дискомфорт и так далее. И мне кажется, что если это не следует, если это не прорабатывать, если не учиться с этим обращаться, то я боюсь, что вы можете снова попасть в такого же рода отношения. Даже если на данный момент от этого избавиться. Поэтому мне кажется, что не нужно пытаться себя от чувств избавить, мне кажется. Попробуйте. Да, повторюсь, это болезненно, да, это боль, это правда. Но ваша задача и наша задача как психологов заключается в том, чтобы помочь вам просить, чтобы помочь вам переживать, проживать те чувства, которые вы испытываете, те чувства, которые вы ощущаете. И проживает ту боль, которая у вас есть. Ну, условно говоря, замечать в ней, в боли что-то новое. Что-то новое, что-то новое, что-то в твою. Замечать может быть какие-то свои желания, замечать какие-то свои потребности, замечать какие-то новые вещи, которых раньше вы, может быть, не замечали. Раньше вам не приходилось видеть себя вот в таком, может быть, немного необычном стиле вам. Не приходилось видеть себя вот в таком углу. Вот. Неплохо было бы, помимо еще, помимо прочего, поисследовать. Что вы имеете в виду, говоря про симпатию к человеку, то есть не безразличие к нему. Ведь, понимаете, вот в той парадигме восприятия, которая мне близка. Я вижу, что любовь, которая раздается из искренности, из творчества, из порыва, она боль не причиняет. Ну, потому что ее много. А боль, мне кажется, дофигает. Тогда, когда чувства идут, идут из, ну, какобычного, знаете, ну, дефицита, может быть, чувства идут из какой-то вынужденности, из, может быть, некоторой болезненности, я бы так сказал. И мне кажется, что если что-то такое есть, вот именно, ну, именно в вашей реальности, если что-то такое есть, то мне кажется, что в первую очередь, крайне важно на это обратить вам свое внимание. Потому что если ваше чувство к человеку, скажем так, если человек проистекает из, ну, какой, вот, из некой болезненности, из некой дефицитности, из некоторой нуждаемости, своей нуждаемости, то вам будет в отношениях всегда так или иначе больно. Это вот то, к сожалению, на что вы себя, ну, будете обрекать. То, к сожалению, к чему вы себя, ну, по факту, да, там, по сути, то, на что вы себя, как бы, приговариваете, может быть, когда, вот, значит, вступает вот в такого рода отношения. То есть отношения именно, вот, именно вот из, отношения именно из боли, отношения именно из проблемности, вот, отношения именно из, ну, какого-то такого негативного состояния вашего, вот. Но не из, например, там, чувства свободы или чувства радости от любви, которую вы, например, чувствуете к человеку, вот. То есть, ну, на самом деле, тут, как бы, на мой взгляд, необходимо мужество для того, чтобы, чтобы признать, признать о том, что вот вы что-то такое чувствуете, да. То есть нужно, нужно, на самом деле, мужество для этого, потому что это не всегда процесс приятный, это не всегда процесс безболезненный, конечно, потому что, ну, например, вы, допустим, привыкли думать, что, например, любите человека, ну, к примеру, вы привыкли так думать. А по факту оказывается, что не совсем, да, любовь есть, любовь присутствует, конечно, вот, но помимо любви есть еще другие чувства не совсем позитивные, не совсем, там, ну, хорошие, вот, и, в общем-то, это может стать проблемой для вас. И здесь остается только уповать на вашу мужественность, на честность по отношению к себе, потому что если вы себя обманываете, если вы будете продолжать себя обманывать, то ничего хорошего здесь не получится. На мой взгляд, по крайней мере, на мой взгляд. Так что я рекомендую вам спросить себя максимально честно о том, что вы чувствуете к мужчине, чем мужчина вам небезразличен. Вот, ну, если он вам небезразличен, то чем он вам небезразличен, вот, это важно, это важно, потому что от того, насколько хорошо вы для, допустим, себя понимаете природу своих чувств, от того, насколько хорошо вы понимаете природу своих ощущений, от того, насколько хорошо вы отдаете себе отчет в том, что вам хочется, в том, что вам вообще, говоря важно, что вы, ну, к чему вы, там, не знаю, стремитесь, например, и так далее, вот. От этого зависит, ну, наверное, то, что вы будете делать дальше. Будете вы, к примеру, страдать дальше или будете вы, к примеру, ну, не знаю, как-то, например, развивать. Будете ли вы, к примеру, как-то, как-то учиться жить, там, в общем, ну, зная, что человек вот к вам, как бы, ну, относится безразлично. Вот. И, исследуя то, что Лавас отношает его безразлично. Это тоже очень важный момент, на мой взгляд. Вот. То, что я не хотел вам сказать. То есть, понимаете, ваш вопрос заданный на эмоциях, ваш вопрос заданный. О, потому что вам больно. И боль ваша. Понятно. О, вызывает сочувствие. Например, вот, у... Допустим, вашего... О, значит, собеседника, вот, это... будет вызывать сочувствие и мне кажется, что в какой-то степени это начало, то что вы вызываете сочувствие и мне кажется, что это хорошо, потому что это даёт вам возможность прости дальше, вот такая вот история. К этому всё, принцип, я надеюсь что вам это было интересно, я надеюсь что вам это было солидно, я надеюсь что мой ответ вызовет у вас желание предоставить обратную связь, выразить её, например, рассказать о вашей боли, рассказать о ваших переживаниях, рассказать о ваших страхах, которые у вас сейчас есть, рассказать о том, как вам плохо сейчас, как вы, например, грубо говоря, чувствуете безысходность и так далее. в общем, чтобы наконец-то начать действовать, начать двигаться вперёд. Вот. Такая вот история здесь, такая вот ситуация здесь. Вот. Вот. Такой ответ. Вот. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь, если появится плохо желание. Удачи. 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 Продолжение следует...